Итак, друзья, всем салам алейкум, меня зовут Ахмед, вы по-прежнему находитесь на канале Венглби и сегодня мы снимаем очередной шедевр. Тема ролика. Мы будем обсуждать гонку с Асхабом Томаевым и с Асланом. АСКО или Артс Коллектор, или кто как называет, не суть, вы поняли о чем и о ком я говорю. Сзади меня сейчас стоит автомобиль GT4Door, на этой тачке я ставиться ни с кем не буду, это просто наша сегодняшняя жоповозка. Просто из точки А в точку Б, грубо говоря, мы будем на ней ездить и, может быть, немного расскажу вам про этот автомобиль. Блин, почему, когда я начинаю снимать видео, здесь сигналят, там это, здесь вертолет пролетел. До этого мы начали снимать, поезд проезжал. Почему? Я не могу понять, почему абсолютно всегда, мы даже, бывает, на какую-то локацию тихую приезжаем, там какие-то дома, там жилые, условно говоря, там сразу соседи сверлить начинают, там мусоровоз приезжает, мусор разгружает. Постоянно вот эта вот беда у нас присутствует, я не понимаю, с чем это связано, но не суть. Для тех, кто не в теме, у меня есть легендарный CLS 63 AMG на 1000 плюс лошадиных сил. Именно на этом автомобиле я буду вставать против M5 Asco и против E63 Ashabo Tamaeva. Но CLS сейчас находится в Махачкале, там нужно доработать некоторые вещи, чтобы вставать с M5 Asco, а также нужно его дособрать. Как вы помните, в последний раз, когда я показывал этот автомобиль, у него не было морды. И в целом, как бы надо завершить всю вот эту вот тему после многочисленных ДТП, и когда тачка будет полностью готова, я привезу этот автомобиль в Москву, и мы будем всех подряд натягивать. Мне вот знаете, что интересно? Несколько лет назад я собрал этот автомобиль и бросил всем вызов. Где тогда был Ashab? Где тогда была M5 Asco? Почему вы тогда мне не набрались, не сказали, Ахмед, давай встанем, когда машина была полностью готова, полностью собрана, без ДТП, в идеальном состоянии, на полном ходу? Ну, где вы были? Еще недавно мне подписчики скинули, как Эрик Давидович делает обращение, бросает всем вызов, и, ну, напрямую меня это касается, потому что он там говорит, где там ваши бананы, арбузы и так далее. Ну, у кого еще есть быстрый CLS, я не знаю такого человека. Ну, и в целом, да, всем понятно, что он имел в виду меня, поэтому подписчики мне скидывали. И мне вот знаете, что интересно? Эрик Давидович, взрослый мужик, ну, что за детский сад? У тебя даже своей машины нет, ты кому, ты на чем вообще вызов бросаешь? Я вообще не понимаю вот эту картину. Ну, ладно, позвони, да, скажи, давай организуем гонку, давай сделаем. Мне сейчас вот это все неинтересно, потому что, когда я снял свой CLS на камеру и сказал, уважаемый Эрик Давидович, вот у меня есть CLS 63, ты говоришь, у тебя там КС-ка, быстрая, все дела. Давай встанем, я тебе покажу, что такое 1000 плюс лошадей. Никакого ответа, никакого привета, ничего. А сейчас ты решил, когда увидел, что CLS на хайпе, когда ты увидел, что все о нем говорят, ты решил чисто долю хайпа себе тоже урвать и сделать гонку. Но не суть, я не против. Но до меня дошла такая информация, что компания тебе проплатила деньги за то, чтобы ты распиарил их автомобиль. Но если тебе за это платят, то будьте добры, заплатите мне тоже. И тогда я подумаю уже, вставать с тобой или нет. Я вижу исключительно желание хайпануть и исключительно желание прорекламировать компанию, которая собрала этот автомобиль. Я не собираюсь просто так идти, давать тебе хайп и просто уходить. Ну так не бывает. Деньги заплати, а потом мы уже с тобой обсудим все остальные детали. Просто у тебя своего нет автомобиля быстрого, ты чужой автомобиль просто вот снимаешь и говоришь, вот он быстрее. Ты даже, я слышал, сам за руль не хочешь садиться, но это как вообще понять? Так же не бывает? Ладно, не хочу я этого взрослого дяхана здесь обсуждать. В принципе, мне не до него, у меня и так все четко. В этом ролике очень много разных тем, которые я хочу обсудить, и поэтому с темы на тему я прыгаю. Кстати, джетишка такая неплохая, честно говоря. Жопа у нее красивая, мне она нравится. Вот эти выхлопные насадки мне не очень нравятся, потому что они, там ащель есть. Ты что опять камеру поставил? Эй, ты можешь вот так вот взять, вот так держи, да, камеру. Ты сколько денег зарабатываешь вот с этой темы, чтобы ты камеру вот так на пол ставил, что ли? Ну это же не серьезно. Ты смотри, давай, давай перечислять. Больше, чем таксисты зарабатываешь? Зарабатываешь. Больше, чем юристы зарабатываешь? Больше, чем, кто еще есть? Почему тебе эта жопа не нравится? Скажи, да, по-братски. Потому что она круглая какая-то, булкообразная. Булкообразная? Не, ну... Не, на камеру она четко смотрится, она в жизни. Да, и на камеру, и в жизни она нормально, здраво смотрится. И, кстати, друзья, я же не сказал, это не 63-я GT, это 53-я в обвесе от 63-я. Ну, небольшой такой колхоз, но ничего страшного, это же просто жоповозка, которая сегодня нас будет из точки А в точку Б отвозить. Вот эти колеса мне не очень нравятся, потому что они некрасивые, резина тоже некрасивая, тормозная система не АМГшная, это сразу палится. Нет, она так-то АМГшная, но от 53-я АМГ, а от 63-я намного больше выглядят тормоза, и это выглядит намного симпатичнее. Обвес как-то вот коряво здесь сидит, но ничего страшного, в целом тачка же выглядит хорошо, и так не особо разбирающийся человек даже не поймет, что это 53-я АМГ GT. Я хотел еще немного рассказать вам про этот автомобиль, но наш уважаемый оператор уже сидит в автомобиле, поэтому мы тоже сюда зайдем аккуратно. Ну что, как тебе салон автомобиля? АМГ GT 53 АМГ. Вот здесь не хватает вот этих крутилок, как на 63-м, здесь не хватает карбоновых элементов. Кстати, приборка здесь прошита уже на 63-ю, то есть, условно говоря, тут 330 на спидометре. Смотри, показать тебе. Вот, спортивный включим. Красиво даже. Мне вот эта суперспорт приборка не нравится, а вот это вот спортивный режим, когда включаешь, вот нормально, красиво. Знаешь, чего еще здесь не хватает? Тут не хватает оператора именно с айфоном. Вот эта вот большая бандура нам не нужна. Вот так, мне кажется, намного лучше. Я могу с полной уверенностью громко разговаривать, не переживая о том, что микрофон будет хрипеть. Магнитик, да. Вот он. На, держи. Не, вот так делай. Теперь мы можем поставить передачу первую. Ну, на драйв вот эту тему сделать. Кстати, многие жалуются, что типа неудобно, типа вот так, понял? Типа вот здесь удобнее намного, а вот здесь неудобно. На самом деле я согласен с этими людьми, но я бы не сказал, что меня это прям напрягает. Понимаешь, о чем я говорю? Так, выезжаем на этом автомобиле, здесь постоянный полный привод, невозможно отключить передний, то есть, условно говоря, мы боком эту машину покидать никак не сможем. А покрутить? Как твой банан, помнишь, в мазке кадра? Нет, ну нет. Ну нет. Не будем мучать этот автомобиль, чувак. Ну ты шо? Знаете, друзья, мне хочется максимально быстро собрать свой CLS и снять вот такой вот сториз. Типа вот я себя снимаю и говорю, эй, салам алейкум. Машина готова. Время и место мне просто. Время и место. СПОРТ ПЛЮС включаем. И в принципе мне кажется... А я же не пристегнулся. Тебе зачем пристегиваться? Стой, 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 брат, стой, стой. Ох, больно. Ты на красный не хотел брать. Это не красный, брат. Это зеленый. Смотри, видишь? Смотри внимательно туда. Посмотри. Вот сейчас, смотри, я сейчас магию сделаю. Смотри. Вот сейчас, смотри. Сейчас подожди, сил наберусь. Вот, видишь, я сделал. Я силой мысли сделал так, чтобы зеленый тебе загорился. Тебе нравится, как едет этот автомобиль? Ну, не особо. Ну, что-то есть даже. Она как F90 кажется на езду. Ну, ЗУК именно, знаешь. Что-то такое похоже на F90. ЗУК, но... Хотя едет тоже как F90, как Стокова нет. Или Стокова F90 быстрее будет. Че ты там, я так смотрю? F90 быстрее будет? Конечно, брат. Даже чем Стокова... Ну, а много быстрее будет, да? Даже чем Стокова 63-я, F90 будет быстрее. F90 это самый быстрый седан в мире. Ну, с завода, понял? Ты видел? А шалет тебе несет, ты видел? Да, резина здесь не очень хорошая стоит. Но, брат, за рулем сидит человек, который понимает автомобили, который с ними общается, который чувствует, понимаешь? Ну, не знаю, вот... И, 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 и. Что это значит, что ты ездишь? Что это значит? И, 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 и. Болею. Нет, ты до этого сказал... И еще раз ставьте, да, пожалуйста, дай. Если я решаю, что вставлять, что не вставлять. Скажи, не хватает мощности. Это, во-первых, во-вторых, она валкая, а, во-третьих, у нее тормоза плохие. Смотри, какая пустая дорога. На машине резина плохая. Смотри, какая пустая дорога. Ух. Ээээ, камеры, не камеры, это взад. Я попробую сегодня поиграть даже не в шашки, а в шахматы на М5 АСКО, но прям не буду прям до конца ее... этот самый... Мне кажется, после случая с Асхабом, он по-любому смотрел ролик, он к тебе не даст ключи от машины. Просто не даст. Ты думаешь? Тем более, Асхаб стоковый ешку тебе дал, а у него на М5, на четвертом стейде, ты думаешь, он тебе доверит, что ли, ключи? Я же не буду его машину так жарить. Асхаба машину я принципиально хотел, понял? Даже не пожарить, а отжарить, понял? Ой, 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 опасно. Машина, выезжай. Там сзади оборудование тоже стыло. Давай. Давай, давай, давай. Что, что? Хорошо. Что еще? Стоит. Эй, брат, оборудование задень. Оборудование понятно, она что сама тормози? Правильно, если она не затормозила бы, сейчас ударили в машину. Я отключил эту систему. Она не отключается, она все равно умнее, чем ты. Беспокай, брат, мне в ногу кто-то залил шарфу. Что залил? Подожди, 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 еще раз. Что залил? Непонятный энергетический напиток, мне кто-то залил сейчас в ногу. Так, друзья, небольшая рекламная пауза. Как вы знаете, с недавних пор я начал играть в очень интересную игру, которая называется Hustle Online. В этой игре вы можете быть кем угодно. Полицейским, медиком, блогером, заместителем президента, или даже самим президентом. Также можно выбрать обратную сторону и стать каким-нибудь не очень хорошим человеком, к примеру, бандитом или мафиози. Играть в игру можно на компьютере, на телефоне, на планшете, на калькуляторе, на чем угодно, официально. Разницы нет, у вас там Android или iOS. Я, кстати, играю на 11 сервере и приглашаю каждого из вас играть вместе со мной. У создателя игры я попросил для вас собственный промокод Vengalby. Введя его, вы получите бонус в виде игровой валюты. На эту валюту можно купить себе одежду или даже какой-нибудь неплохой автомобиль. И запомните, что версия Hustle Online это для телефонов, а версия Radmir RP для компьютеров. В описании есть все ссылки. А мы продолжаем наш шедевральный ролик. Знаете, что я заметил? Ко мне мысли приходят быстрее, чем я их озвучиваю, и поэтому чуть-чуть неразборчивые слова иногда из моих уст выходят. Не суть. Сейчас будем доезжать и продолжим съемку, нам еще час туда ехать. Давай вот это, переход надо? Не надо, просто вот так. Просто такой дешевый обычный переход сделаем. Давай. Просто следующий кадр начнется сейчас. Да. В общем, друзья, мы сейчас доезжаем до Арслана. Я очень хочу увидеть вживую эту M5 Asco, поездить на ней, вообще понять, что это за автомобиль, насколько он быстрый. Говорят, что это на 1-2 миле самая быстрая M5 Competition в мире. Меня бесит эта машина, меня она злит. Я не знаю почему. Это же твоя мечта была. Я не знаю, вот я просто... Стой, 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 стой. Она же низкая, брат. Давай разгонимся отсюда и... И взлетим? Да. Давай. Что-то я не понимаю, что хочет этот автомобиль. Вот здесь понял? Видишь, нога? Мне неудобно, мне не хватает места. Люди, которые на шестерках, на семерках ездят, ты понимаешь, что вот эта ерунда, им вообще без разницы будет? Им что-то мешает? Да, брат, на семерках, шестерках много пространства, там с кайфом сидишь. А здесь что, ты как-то вот так сидишь что-ли? Вообще не так, вообще не то. Как не так? Смотри, у тебя ноги вот... Не нравится мне. Это, брат, ты уже, помню, зазнался, поднялся. Тормози, да? Я же тебе говорю, я езжу на разных автомобилях, Я знаю, что вот это такое, это не то вообще, это как понять? Смотри. Шатается. Может, ты свою мечту передумал? У меня было другое представление об этом автомобиле, не суть, брат. Смотри. Вот оно. это самая быстрая м5 в мире на 1-2 миле слушай вот ты же знаешь сколько было нарезок с этим автомобилем сколько было роликов вот целые 63 м5 asko и вот я в первый раз вижу этот автомобиль в живую и могу дать реальную оценку этой тачке он давайте уже выйдем отсюда поздороваемся с фаном я уже с машины прежде чем выйти показываю подписчикам автомобиля говорю что у меня такие вот эмоции чуть странные почему потому что я столько нарезок видел с этим автомобилем с цельсом и сейчас первый раз вижу эту тачку в живую добыть самый легендарный гонку я я с тобой полностью согласен тоже больше всего ждут больше люди будут смотреть наблюдают больше фанатов этой машины твоих просто представь на секунду эти две машины поставить рядом сделать фотку это будет самая долгожданная гонка наконец-то я уже полностью к ней подготавливаюсь и ты нет просто максимально быстро насколько это возможно мы завершаем доработки и встаем ты же понимаешь что я на том конфиге с тобой не буду вставать то есть мы может сделать мощность увеличиваем это секрет брат я не буду подробности рассказывать но как я понимаю ты железобетон на сто процентов уверен до уедешь от леса я заяц или разную факты я знаю что я просто этой знает свои цифры и свои неё я х угадую ты знаешь какие у меня турбины чудес не бывает ты знаешь точно количество лошадиных сил на примерно знаю сколько примерно сколько до ну ты заявлял в тысячу чем-то ты заявлял но примерно еще более теija да да тысячу примерно я же моя как бы ну я знаю как примерно как они едут знаю свою машину под я знаю что я уеду все я много говорить не буду я знаю я знаю что у тебя действительно быстрый автомобиль это очень быстро m5 competition но я своим подписчикам тоже сказал я сделаю абсолютно все что в моих силах чтобы уехать от этого автомобиля чтобы потом уже все потом уже люди и вот эти нарезки когда делают там бывает я там м5 и выставлю там аска ждет тебя да вот эти всякие вот эти комментарии уважаемые комментаторы я сделаю абсолютно все что в моих силах чтобы этот автомобиль просто уничтожить и у него это не получится я тоже постараюсь сделать так что это все было наоборот в целом знаешь что я могу сказать в живую эта машина симпатичнее выглядит чем на камеру я вот на роликах смотрел что-то мне вот это все говорят вроде нормально лучше жалко конечно что она проиграет в этой гонке невозможно это невозможно хорошо это никак хорошо много не будем разговаривать просто подождем я готов ты готов придешь свою машину я все терпение я три года назад когда бросал вызовы вы где не было я только купил машину и начал собирать когда бросал вызовы когда когда никто прям вообще а да да быстрый все четко а как морды неделю ну две я просто не понимаю за счет чего ты хочешь выиграть вот этот вот обвес свой карбоновый он тебе еще тысячи сил дал или свои наработки и это все за и мне интересно ты за что хочешь выгодно из-за своего метанола или за своего обвеса любого пробу за что мне очень ты против метанола что имеешь металл метанол стоит ну я знаю что это я тоже знаю что это охлаждение у тебя стоит и он у меня стоит ты за метанол особо так громкими словами не разбрасывайся ты почему веришь что я маша может уехать в прошлой гонке я тебе объясню в прошлой гонке я сказал метанол был выключен а потом я же выиграл асхаба но я думать что из-за метанола это просто охлаждением это вы раздули эту тему с метанолом я не раздувал я просто сказал что метанол выключена люди подумали что это типа типа я скинулся на метанол но это не не чисто в метаноле дело там было очень много факторов которые повлияли на то что я первую гонку проиграл а вторую гонку я выиграл там и метанол исправно работал и точно так же как и метанол очень много давай нам бог сам это полностью подготовить чтобы доме не слышал умеет не работами работа давай мы так договоримся хоть вот у меня мотор встанет значит я проиграл все я саму тебя мотор встанет и проиграл никакие на какие-то отмазки едем какие-то я если проигрываю эту гонку я вот так вот стою перед камерой говорю друзья я сделал все что моих силах так получилось я проиграл но такого не будет то же самое сделал я ну такого да это параллельная реальность какая-то вот поэтому если у тебя там что-то случится дым кинет машина встреч 4 м к понял чек загорится чего-нибудь случится и как вы его не будет принимаешь свое поражение вот я приехал у меня машина подвела она сделала так чтобы я проиграл и мне приходится принимать это поражение только об этом будешь мечтать да что у меня что-то может быть это железо я не хочу так чтобы эти ровного все все вопросов нету спору нет вообще самый первый конфиг который я ставил на cls он делался в москве от у вас хава в ролике тоже видел кто-то там звонил и говорил что он там от стечь 2 не может уехать и так далее действительно на тот момент не мог уехать но этот человек не знает что я делал с элэсом после этого то есть после этого мы поставили другие турбины еще больше после этого я кстати вот у тебя ник арс коллектор последнее что я сделал на автомобиле поставил вот такой большой коллектор да то есть очень много доработок после этого было сделано и тогда уже целость спокойно уезжал от стечь 2 у меня даже есть ролик на канале где я от стечь 2 м 5 уехал но уехал чуть-чуть объясню почему получилось что вот вот это вот чуть-чуть я должен был вообще уничтожить в пух и прах короче ты когда ставишь выхлоп ты же должен скинуть мотор мотор скинули короче выхлоп поставили обратно собрали и бывает прокладка эти прокладки одноразовые их нужно менять и мне не поменяли прокладки так как их не было в наличии также собрали масло капало соответственно давление неправильное вообще в целом мотор не так как должен был работать работал турбины не так дули и из-за этого машина не так сильно уехала от 3 2 а так она стоит 2 в пух и прах просто рвен на боевую пришивку сегодня будет я же говорю есть и что-то такое даже будет я просто стою перед камерой говорю за я проиграл я просто хочу чтобы ты полностью подготовил реально вот мне это интересно просто вот так ехали все 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 не вот так а вот так а типа я здесь и ты сзади вот вот так и вот так чтобы я не вот так ты вот здесь хотя бы вот так это имеется здесь целая спереди азади наоборот вот я вот я ты вроде умный парень просто у меня в голове я не знаю почему не укладывается как этого как такое возможно вообще ты что говоришь скоро увидишь когда это все произойдет тогда увидишь кстати я вижу у тебя здесь акропович это насадка полная трасса полная я всегда когда говорю так а мы есть у меня глаз просто вот этот сам анализирует и я понял что это действительно акропович сушит метанол просто ближе сделать вот этими мелкими моментами экономить экономишь по 200 грамм ты нравится и за это на что рассчитывает у тебя может действительно здесь нет ты просто все отсюда снял все карбоновое поставил чтобы он более-менее ехал да я поезжу ты боком ездишь вообще на этой машине жалко вообще не это уровень стоящего 4 проекта ну да действительно на этом автомобиле нельзя боком ездить не желательно не желательно Блин, она в скорости, по-моему, буксует, да, и что так близко снимает, по-братски не снимает я так близко, я испугался, понял, я просто смотрю, я в твою сторону смотрю, тебя должен был увидеть из камеры прямо на лбу. Сейчас мы посмотрим, как едет твоя БНВ, Аслан, пока ничего такого не чувствую, так что мы еще только не выехали, мимика поменялась, подожди, 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 вот после 80 я почувствовал, что она едет, и едет достаточно неплохо, ну извини меня, самая быстрая М5 на 5, чем в мире, чем громче выхлоп, тем больше ты ощущаешь скорость, не знаешь, что это тема, вот ты сядешь, ты как-то, быстро, да, как бы ты не понимаешь, почему этот автомобиль так хорошо едет, выхлопа нет, чуть такой момент. Из-за звука скучно. Реально, она как будто бы стоковая М-ка едет до 80 и дальше уже гуляет вот так вот прямо. Эмоции интересные у тебя, эти лица интересные. Признай, ну признай, что твои целые сахни нет. Ну быстро, да, быстро. Тебе нравится, как я езжу? Ну что тогда умеешь. Не как я, конечно. А, типа ты лучше ездишь? Конечно. Мы чуть-чуть этот сделали, чтобы у нас карман не рвался, а одну процедуру маленькую. А теперь нормально будет. Небольшая разминка была, чтобы я немножко понял этот автомобиль. А сейчас, Арслан, я тебе покажу скилл, но покажу его чисто на 5%. Понял, что я умею примерно, вот как я могу ездить. Вам бы показать его лицо. У него просто слов нет, да, это просто... Ну нормально же было. Да, могу тебе пару моментов научить, конечно. Что за моментов тебе можно научить? Мне вот даже интересно стало. Так, потянуть как надо ездить. Я тебе сказал, я тебе показал, что скилл на 5%. Ну да, я тебя могу потянуть. Как ты можешь потянуть? Эти 5% увеличить что ли? Да. Я тебе говорю, я на 100% умею, просто я на чужой машине не хочу. Надо так к тебе по машину прыгнуть. Ну все, окей. Как тебе машина? Нормально. Мне нравится, знаешь что? На этой машине удобно на больших скоростях играть чашки. Да, да, очень. Но мы не будем углубляться в эту историю, друзья, потому что это очень опасно. Он просто такой безэмоциональный. Отвечаю сюда просто. Любого человека посмотри, он в ахерах будет просто от этой картины. Чуть-чуть поездив на этом автомобиле, что я могу сказать? Мне очень нравится ее характер. Она очень быстрая, она безотказная, она толком не нагревается. То есть ты можешь практически бесконечно вот таким вот образом жарить этот автомобиль. С CLS подобное не прокатит, потому что Mercedes сам свойственно нагреваться. И для этого нужны дополнительные интеркулера и дополнительное охлаждение. Но вот эта M5 мне очень нравится в том плане, что если бы это была моя тачка, я бы каждый день на ней выезжал и с кайфом жарил бы этот автомобиль. На CLS сейчас, можно сказать, четвертый стейдж. И тема такая, что ты на ней не можешь каждый день выезжать и каждый день вот так вот кататься. В этом плане мне очень нравится вот этот автомобиль. И в целом мне BMW нравится. Но я газую за свой CLS лишь потому, что я хочу сделать эту тачку самой быстрой. И она реально очень быстрая. И когда она вот эту вот M5 Asco оставит на одном месте... Это никогда в жизни не будет, ты сам понимаешь. Смотри, я тебе вот один момент объясню. Видишь, солярис белый. Мы возьмем его вот так вот подрежем в наглую. Это знаешь что? Это неуважение, брат. Максимальное. Да, это неуважение. Ну, я на этой машине так не делал, потому что люди узнают это. Машу подумают, вот наглую мы подрезаем. На ней? Да. Не подрезаешь? Не-не-не. И все, и каждого второго, да? Ты здесь почему пленку не снял? Не знаю. Давай-то я с ними по-братски. Я так хочу ее снять. Ну, если будет в Капистроне. Она на меня так смотрит, брат. Почему ты ее не снял? Здесь какой пробег на машине? 16 тысяч. 16 тысяч? Это же новая машина. Да-да. И ты сразу стоишь 4 тысяча. Сразу, сразу, да-да. Брат, ради подписчиков. Я три года ее не снимал. Смотри. Три года я ее не трогал. Как ты можешь отказать себе вот в этом удовольствии? Три года не трогал, честно. Тебе, видишь, не отказал. Она заводская была, поэтому не убирал. Радно, давай я тебе ее обратил. Не-не-не, да не он колхозит. Аслан, я не могу твою машину жарить прям бесконечно. Я Асхаба машину, конечно, вот с удовольствием пожарил. Но твою, честно говоря, не хочу прям вот до изнеможения доводить. Поэтому, с твоего позволения, я пущу тебя за руль. И ты уже немножечко покажешь, как бы, уже вот как хозяин этого автомобиля, на что эта тачка способна. Вот прям, когда ты пассажир, реально чувствуешь скорость на автомобиле. Все, достаточно, достаточно. Все, я понял, я понял, брат, нормально. Давай, не будем опасные ситуации на дорогах создавать. Хотя, когда сам сидел за рулем, я об этом не думал, но не суть. У меня к тебе вот какой вопрос. Сколько денег ты вложил в этот автомобиль? Много. Сколько, конкретно? Почти 10 миллионов. 10 лямов. Сколько времени собирался этот проект? Уже третий год. Три года ты собираешься. Я понимаю, что, да, мощный статюник, он очень тяжелый. Особенно уровень 64. Здесь не просто турбины, а там надо было настраивать, настраивать, выезжают на гонки, настраивают одно железо, второе, третье, что-то не подходит. Надо все это обмозговать. Но это очень тяжелый проект, на самом деле. Я с тобой в этом плане полностью согласен. Кстати, мне вот этот карбон зашел, он красивый. Именно вот здесь прям, вот это черный рояльный лак и карбон красиво смотрится. Друзья, как вы считаете, вам нравится или нет? И в целом, Аслан, мы тогда с тобой будем на связи, увидимся на гонке. Тебе спасибо большое за то, что принял участие в сегодняшнем ролике. И я очень надеюсь, что у нас гонка получится лучше, да, лучше, чем мы ожидаем. И легендарнее. Да, она сама легендарная гонка. Я это прям уверен, прям это чувствую, я это знаю. Я с тобой, я с тобой согласен, с твоего позволения, я прямо здесь на трассе сейчас отсюда соскакиваю. Давай еще раз, на связи. Алейкум, асалан. Вот как было, когда Ахмедий пистачку вешает? Это момент, киньте куда-нибудь. Это, чтобы тебя слышно было, чтобы людям комфортно было смотреть. Это мой ракурс. Это не для тебя сделано, понимаешь? Асаламу алейкум. Еще раз, в алейкум салан. Друзья, приветствую вас всех, всем асаламу алейкум. Вы на канале Ахмед Венглби. Не, просто Венглби. Канал называется Венглби, а не Ахмед Венглби. Венглби. Ты почему на Ламбе, я не понял? Ну, ты же говорил Вешка, я на Лешке приеду. Нет, смотри, смотри, Ламба это моя машина, на которой я езжу каждый день. Ну, как каждый день? Когда я хочу, тогда я езжу. Особенно, я на такси двигаюсь. То есть, Мерседес это как бы проект, и двигаться в нем постоянно не хотелось бы. И тем более, там знаешь, такая прошивка не слабенькая. Не сказать, что максимально, но и не слабенькая. 800 чем-то лошадок. И мне кажется, не особо хорошо будет, учитывая, что я на съемках ее конкретно жарил. Я понял, но мы сегодня в этом ролике, как я и обещал зрителям, должны показать, как едет твой автомобиль. Потому что... Мы никому ничего показывать не будем. Когда будет у нас гонка с Сайлосом, вот тогда я привезу свою машину. Это не уважение, брат. Знаешь, почему? Потому что, когда ты меня зовешь, а я тебе что-то показываю, я показываю все, что хотят твои зрители. Абсолютно, как ты скажешь, так и делаю. Ты сейчас находишься у меня на канале, и у тебя хоть малейшее уважение должно быть к моим зрителям. Нет, к твоим зрителям огромное уважение. Вот поэтому не ради меня. Уважение также к тебе есть, смотри. Но такой конкурентный момент у нас, и эта гонка, она заключительная. Больше с тобой иметь дело в плане гонок не хотелось бы. Вот, понимаешь, дальше... Поэтому ты на протяжении месяца каждый раз в Engel B выкладываешь, где ты в Engel B... Нет, ну говорю же, после этой гонки не хотелось бы иметь. Этой гонки не было, эта гонка мне реально интересна. Я понял. Я всем хочу показать и доказать, что реально ЦЛС он не едет. Ну, допустим, он едет. Хорошо. Ешка для твоей машины, она готова. Но, чтобы ставить мировые рекорды, близко нет. Ага. То есть... Ну, я понял твой ход мыслей. Ты, короче, сейчас железобетон на 100% уверен, что уедешь от ЦЛС. Я правильно тебя понимаю? Да, я уверен. Хорошо, ты уверен. Когда ты проиграешь, что ты людям скажешь? Скажу, как ты обычно говоришь. Я сделал все возможное. Ну, как ты и говоришь, вот как ты и говорил мне, месяц, месяц договаривались, у тебя не получилось. Все хорошо. Хорошо. Ты сказал, ну, я сделал все возможное. Мастера... Я скажу, мастера не получилось, как ты это говоришь. Ага. Но не в этом суть. Я уверен, что я выиграю это гонки. Не то, что уверен, но я знаю. Все. Потому что я знаю, на что способен ЦЛС. Вот. Когда он был на пике, когда я его сделал за ур. Ага. Ага. Помнишь, мы ездили? Ты же говорил, что ты так быстро еще не ездил. Я вспомнил. Я вспомнил. Тогда не ездил. Ты даже до этого на М5 Stage 2 ездил? Да, не ездил. М8 ездил на Альфреда. Она, по-моему, ехала, не помню. Ага. Что-то 2,9. Мы проездили на твоем ЦЛС. И реально я сказал, что быстрее на этой машине я не ездил. Потому что не было такого опыта. Но сейчас же, покатавшись на разных машинах, я понял, элементарно на своей же Ешке, что ЦЛС не такая быстрая. Да, быстрая. На своей Ешке? Да. И, типа, твоя Ешка, ты ощущаешь, что быстрее едет. Ну, мне кажется, моя Ешка быстрее будет, да. Ну, понял. Но сегодня мы зрителям это по-любому должны будем показать. Насчет ламбы, что ты можешь сказать вообще? Хочешь, если ты хочешь, я могу сначала ее натянуть, а потом Ешку натянуть. То есть, такое комбо сделать двойное. Максимум, что ты можешь натянуть, это... 2, это комбо, да? 3, это комбо, по-моему, да? Ну, не важно, не суть. Максимум, что ты можешь натянуть эти железки, вот и все. Сколько хочешь, натягивай. Максимум, что он это может сделать, и все. Я не понял, какой контекст, что ты рассказываешь? Нет, ну, ты говоришь, я натяну ламборгини, я натяну Ешку. Я говорю, максимум, что ты можешь натянуть это железо, и все. Честно говоря, у тебя психика немножко испорченная. Нет, и все. Если ты представляешь то, о чем я сейчас подумал, то у тебя реально психика сильно спорчет. Я не знаю, о чем ты говорил. Тебе нужно к психологу записаться. Согласен. Люди прекрасно понимают, что я имел в виду этим самым. Ты хотел сказать, что наказать, верно? Наказать. Ну, блин, максимум, что ты можешь наказать, это ламборгини и мерседес, и все? Это не максимум. Ты знаешь, я не сказал, что это максимум. Я сказал, при твоем желании я могу их обоих оставить на одном месте или поставить на место. Разницы нет, выражаться можно как угодно. Хорошо, смотрите. Эй, я устал от этой болтовни. Привет. Постоянно устал от этой болтовни, что Ахмед говорит. Понятное дело в сторисах я при нём высказываюсь, да потому что я своим подписчикам на миллионную ориторию обещал, что гонка будет через месяц. Прошло больше месяца, а гонки до сих пор нет. И, конечно, мои подписчики задаются вопросом, а почему, ну, задаются вопросом, почему гонки нет? Я отвечаю, да потому что, ну, Ахмед, где ты? Приходится вот так делать, потому что он теряется, потому что, как мы договаривались. Куда я теряюсь? Куда я теряюсь? Хоть раз было, чтобы я не отвечал на твои звонки. Не, отвечаешь, ты отвечаешь. Хоть раз было, чтобы я пропал 2-3 дня, не отвечаю тебе. Смотри, бери свой CLS и приезжай на гонку, на тебя не бывает. Не, я же тебе говорю, я вот зрителям тоже сказал, это наша заключительная встреча перед гонкой. А то мы постоянно встречаемся, обсуждаем, расходимся. Он, девочки, на тебя смотрит, и смешно даже от твоего разговора, который ты ведешь. Покажите оператору уважаемому, что там никто не стоит. Что там никто не стоит. Как не стоит, отвечай. Это, ну и что? Они вообще, они о своем, брат. Они о своем. И это мать с ребенком, ты что говоришь вообще? Ну вот зачем, ты любишь вот постоянно, я когда тебе по факту что-то говорю. Не знаю, что все пишут в сториз. Почему ты на Ахмеда обижаешь, унижаешь, хочешь воскользить каким-то образом. Меня никто не унижает, я не унижаюсь. Даже, я тебя оскорблял. Я тебе же хорошо отношусь, верно. Вот ты там много чего говоришь, там за спиной, ну имеется ввиду. А почему ты за слова не спросишь? Ты хочешь, чтобы я спросил у тебя за это? Да, смотришь. Ну каким образом ты хочешь, чтобы я спросил? Хочешь, чтобы я твои машины наказал или хочешь, чтобы... Я же говорю, опять же, машина видит. Не, подожди, хорошо, хорошо. Ты как хочешь, ты мне объясни, я тебе даю даже право выбора. Хочешь, мы схватку с тобой сделаем один на один? Сейчас хочешь. Ты думаешь тебе вот это, вот этот бодибилдерские движения помогут что ли? Вы сами напишите вот в комментариях, вы хотели бы, чтобы я с Ахмедом схватку организовал? 150 тысяч лайк, я делал схватку этой, чтобы не тебе лайки накидали. Давай, давай. 150 тысяч. Готов. Реально схватку сделай, реально ее закинем? Закинем. Даешь слово? На, держи. Тебе не будет стыдно? Нет. За что мне это? Я тебе не дам, Шаржа. Это тебе не будет стыдно, я вешал килограммов на 30 меньше, еще тем более я буду доминировать, ну я так думаю. Не будешь, брат, ты че, ты че, какой доминировать? Ну по факту, ты же спортсмен, ты хорошо подкачался. Смотри, я пришел в твою серию. Ты качаешь, я бодибилдингом не занимаюсь. Ну качаюсь, я видел это. Футболку вот так поднял и вот так делает, вот так. Один раз от того, что я гантели поднимал, это не значит, что я качаюсь. Я просто хочу всем зрителям показать, я-то сам это знаю, мне доказывать, самому себе не нужно. Хочу всем зрителям показать, что CLS по факту не едет. Твоя задача показать обратно, что она едет. И все, на этом наш разговор я хочу окончить в плане этих гонок, моно, короче. Ты вот когда будешь готов, когда CLS будут в Москве скажешь, машина готова, я на Ешке приеду и мы с тобой просто заедем. А дальше пусть гонка покажет. Честно говоря, я устал, вот это, ай, да, я хочу гонку. Прошло 15 дней, понимаешь, срок наш истек 15 дней на 15 дней. Да, я понимаю, я сделал все возможное. Ну да, все возможное. Поэтому это скажи своим зрителям, не надо мне пусть там. Давай ракушь поменяем. Давай. Один ракушь. Ракушь поменяем. Кстати, Асхаб, по поводу этой ламборгини. Ты там зрителям говорил, что ее прокачал, потом говорил, что ничего не делал. Вот этот момент ты можешь разъяснить? Смотри, по поводу этого момента, у нас был с тобой ролик последний. Был. Да, где мы рассказывали про Ешку, я тебе дал. Ты в этом ролике спросил у меня, Асхаб, ты в каких-то моментах не договаривал, там ролики на кликбейт писал 1100 лошадок. Это все было, ну, такой прогрев ко всему тому, что будет разрезать сейчас. Это все я понял, ты мне тогда ответил на вопрос. Это не значит, что я тебе не... Да, тут не было 1000 лошадок, говори по факту, не было 1000 лошадок. Не-не-не, я знаешь, что хочу узнать? Вот сейчас здесь что? А, сейчас она стоковая, машина полностью. Полный что, как завода идет? Да, 740, едет она до сотни, там по цифрам 2,9. Ну, 2,9 она не поедет? Ну, по цифрам говорю, по цифрам едет 2,9. Не по цифрам, ты говоришь официально 2,9. Но она сейчас 2,9 100% не поедет. Сколько она поедет? 3,1. Мне кажется. Ну, могу ошибаться, не суть. Но М-ку она сделает спокойно. Не суть. По цвету... Ну, я решил цвет поменять, добавить сюда карбон, карбон пока готовится. Не знаю, просто мне этот цвет понравился. Он такой яркий, светлый. Ну, какой-то такой свежий цвет. Но бывает такое, что мне пишут, что за такой колхозный цвет. Я не знаю, это как бы мой выбор. Я могу его в любое время поменять, это не проблема. Как бы я к тебе не относился, но я искренне, честно говорю, этот цвет не грамм не колхозный. Он очень даже сюда зашел, особенно с тонировкой вместе. То есть вот... Это не тонировка. Тонировка же здесь. Это завода так идет. В смысле? В смысле, это не тонировка, это завода так идут темные стекла. Все понял, брат. Это завод. Ну, смотри, прежде чем мы завтра с тобой увидимся, с тобой я бы хотел, честно говоря, сделать круг на этом Lamborghini. Можно, да? Ты хочешь за рулем сесть? Ну, да. Я не знаю, давать ему или не давать. Дрифтить будешь на этой машине? Ну, если надо, будет. Не-не-не-не, дрифтить не вариант, дрифтить не вариант. Почему? Как на этой машине дрифтить-то будешь? Полный привод, он запускается. Не вариант, не вариант. Не, если бы он, знаете, как сказать-то? Он неуважительно ко мне относится, так же я и к нему неуважительно. То есть нет взаимности. Вы, наверное, по ту сторону камеры видите, какое неуважительное отношение у Ахмеда ко мне. И знаешь, мне постоянно в сторис пишут, Асхаб, зачем ты его закидываешь? Он тебя не любит, понимаешь? Он тебя ненавидит. У него есть к тебе ненависть. По факту у тебя есть какая-то ненависть, скажи честно. Ты не стоишь того, чтобы я имел какую-то ненависть к тебе. Смотри, как он гордо общается. Не-не, я не гордо, я по факту говорю. А почему так? А разве стоит человек, который вот такие вещи делает? Какие вещи? Ну вот, определенно самый первый момент, это было в твоем ролике с гонкой, когда ты зашел в машину и сказал, что я балабол, хотя я рядом с тобой был, хотя ты мог ко мне подойти, мне это сказать. Вот начиная с того момента, я понял, что ты не стоишь того, чтобы я негативно к тебе относился. Еще один момент. Ты очень часто перебиваешь, и это неуважение в первую очередь. Да. Поэтому... Смотри, ты говоришь, что я за спиной говорил? Я не буду. Ну, не за спиной, да? На камеру ты говорил. Садился в машину, на камеру. Ну и полчаса за твоей спиной говорил. Без моего присутствия, да. Да. Я могу и сейчас это сказать. Ну, попробуй. Балабол. Ты балабол сам. Эй, ребят, он конкретно хочет сладку. Сладку он хочет по-любому. Знаешь что, было бы с твоей стороны... Не-не-не, смотри. Потому что у нас диалог идет, потому что ты встрял в диалоге, и тебе никуда не остается выйти, как только здесь озвучит эту фразу. Понимаешь? Блин, не за мной. Ремень расстегивается, что-то я не знаю. Этот, в общем, извините, что я постоянно его подправляю, чтобы штаны не держались, приходится. В общем, что я хочу сказать. Этот момент, да, он был неприятный с моей стороны, в отношении к тебе. Но говорить сейчас громкие слова тоже не хочу, но в этот момент, значит, ты стоил таких слов. Вот. А бетонол выключил. То есть я говорит, поступил неправильно, но в то же время правильно поступил. Это как понять? Но именно в этот момент видать эти слова подходят... Нет, только меня не дожданешь, хорошо, когда я буду общаться. Ты не дожданешь, как меня нежданули там. Да? Да. Я не доверяю тебе. Я могу это сделать так-то. Короче, если хочешь, садись сам за руль. Если даешь мне ключи, дай ко мне ключи, я саду. Эту машину дать не проблема, но ешку давать не буду. Эту машину не проблема. А ешку почему не будешь давать? Эта машина с тобой в гонках не будет участвовать, а ешка будет, поэтому... А, типа я за руль саду и пойму, насколько она быстро едет. А если ты садишь, я не пойму. А ты знаешь, что пассажир ощущает больше эмоций от езды, нежели водитель? Или у тебя там какая-то секретная вторая педаль есть или что? Да, да, да. В этой машине мне скрывать нечего от тебя, поэтому полностью можешь за рулем садиться и проблем нет. Хотя я говорил, что машину Ахмеду больше не дам. Ну, ты обратно пробалаболил, ну, понятное дело. Не, ну, в таких моментах это просто чистое уважение к тебе и твоим подписчикам, больше к твоим подписчикам, а не к тебе. Я не могу сейчас сказать, нет, 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 а что, проблем нету. Все хорошо. Вот эти двери наверх, когда открываются, это чистый. Ахмед, Ахмед, вот ты говорил по поводу схватки, ты меня выиграешь. Ты даже еле-еле дверь Амитадор закрыл. Мне просто жалко твою машину, понимаешь? Смотри, у меня такой вопрос, я заливаюсь... Вот что слушает, ахмед. Не-не-не-не, я слушаю другое. Я заливаю бензин на... Ну, постоянно у меня горит чек. Что с этим делать? Сейчас отмазывается заранее, просто. Не, с тобой ставится ешка, на ешке есть чека, там бордюр. Это не бордюр, это лежачий мент. Почему ты лежачки бордюром называешь? Кстати, давно хотел спросить. А бордюр что такое? Это другое, да? Бордюр это вот. Не знаю, как бы привычку во что-то бордюре-бордюр. Ты вроде отлично в школе учился. Да, ты ездил на Ламборгини? Да. На каком именно? Я на Хуракане Эва, на обычном Хуракане. Но на Авинтадоре, кстати, не ездил. Ребят, я вот что хочу сказать. Всем может быть кажется, что авиатор удобно. Вот говорю вам, клянусь, неудобнее машины не видел и не катался. Это реально неудобная машина. Макларен 720. Просто меня как вымораживает эта машина. Если бы ты знал. Смотри. Видишь, ты не умеешь. На Эконом... На Страдине... А, это Курсо, то есть режим. Но дорога должна быть хорошая для этого режима. Где? Что ты ищешь? Режимы. Вот тут. А, все. Смотри, когда мы будем проезжать, как ты говоришь, лежачие, тут есть пневмо. Смотри, тут есть пневмо. Нажимаешь эту кнопку, она на сантиметров 4-5 поднимается. Посмотри, коснемся или нет? Нет. Смотри. Я тут не коснулись, там коснулись. Серьезно? Да. Но это ничего страшного зашитка. И что-то постоянно дергается машина вообще в хам. Как будто на картинге ездишь, да? Да, да, да. И кто бы не ездил бы за рулем, все говорят, очень неудобно. Да и вообще, когда я купил «Авентадор», мне все писали, кто там разбирается, зачем ты купил «Авентадор», это очень неудобная машина, лучше купил бы «Феррари». Ой, 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 ой. Ты что делаешь, Асха? Я отвечаю, ты таким не был. Я когда тебя знал еще 4 года назад, ты такой правильный, такой хороший парень. Не, я правильного из тебя не строю. Я не знаю, что тебя испортило. Смотри, смотри. Тебе нравится красивое? Что красивое? Ну, красивая машина. Нравится. Красивая еда, там одежда. Нравится. А красивая девочка нравится тебе? Ну... Ты думаешь, Женка сейчас проблему сделает, да? Эй, смотри. Нам все нравится красиво. От того, что я посмотрел, это не значит, что я там плохой. Вот, например, стоит машина, да? Вот «Бентли» красивая. Я на нее посмотрю. Вот это какой-то «Февролей» какой-то. Все понял. Понимаешь? Ой, 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 какие были. Нажимаем режим «Корса». Перекидываешь на первую передачу. Вот, не может дать. Ты не до конца, да ладно? Чуть страшновато, да? Как-то не побит. Сейчас я, сейчас я понял уже. Понял, да? О, как чувствуется? Рядом чувствуется. А, есть такой момент, да же? Да, хоть она не едет. Там 2,6, 2,5. Ай, блин. Апанул. Вы бы видели лицо. Схобо. Я просто знаю, что… Как испугался просто это лицо. Я сейчас куда-нибудь просто в бордюр заеду. Можно же? В бордюр. Тут каски нету. Ты знаешь, что мне в каске отказали? Прикиньте, ребят. Я хотел сделать каску на эту машину, потому что очень опасная машина. Давай на правую поедем. Мне сказали, там каска выходит полтора миллиона, либо два миллиона рублей. Я был согласен. В итоге мне говорят, вам отказали, потому что вы в списке, там, в черном списке. Якобы я похожу в группу тех блогеров, которые сжигают, ломают машины. Я этим не занимался. Единственную, единственную, одну машину, которую я разбил, это Тесла. И как ты думаешь, правильно это вообще или нет, что мне отказали в каске? Да, да. Почему? Просто зачем такому человеку, как ты, каску, чтобы подтверждали? Если бы я там был, работал бы директором, я бы не то, что отказал. Я бы, знаешь, что там, вообще в черный список тебя закинул, чтобы ты никогда в жизни даже ОСАГО не мог сделать себе. Она поздно переключает. И с такими пеньками, как Е60. За счет этого интересные такие ощущения за рулем, если честно. Что это? Перегрев катализатора. Это когда бензин не качает. Я не знаю, я заливаю туда сотый бензин, ребят. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот что мне нужно делать. У меня такая проблема была на Кавказе. Я заливал, перегрев катализаторов бывало. Сейчас заливаю на лукойле, такая же ерунда его ходит. То есть, я не знаю. Мне кажется, тебе нужно катализаторы снять, поставить сюда даунпайпы, и поставить сюда прошивку Евро 2. И тогда у тебя не будет ни перегрева, ни чека. Кстати, мне это говорили по поводу прошивки Евро 2. Но говорят, это нехорошо для машины. Да ничего такого нет. И в целом я слушаю, что Lamborghini начинает стрелять огнем. Ну, смотря как настроишь. Реально как на Е60 ощущение. У меня это был комфорт. У меня была М5 Е60. Да нет, не именно тяга. Я говорю, как переключает коробка. То есть, такая вот пауза и дает. Пауза дает. Подсрачники такие интересные. Если тебе дали бы выбор между McLaren и Bugatti, что ты выбрал бы? Я бы выбрал один сушняк бомбовый. Даже? Не хочу это делать. Рекламировать? Рекламировать. Мне бабки нормально занесите. Я такую рекламу сделаю, да? Нет, нет, нет. А так если по факту Lamborghini или McLaren, выбрал бы 100% Lamborghini. Хоть McLaren быстрее, дает больше эмоций и так далее. Переключай эту бедолагу, да? Мне прям противно слушать эти обороты такие противные. Мне McLaren вообще не нравится. Мне нравится. 720-й. Весь в гарбоне. На 720-м месяц? Ты знаешь, сколько он стоит? Сейчас. Все время перебиваешь, брат. Все время перебиваешь. Ты и так постоянно делаешь. И в своих роликах, и в моих роликах, и где бы не было. Наверное, потому что не уважаю тебя. Но я это давно понял. Зачем тогда ты говоришь, что у тебя есть какое-то уважение? Честно сказать, бисепсы хорошо смотрятся у Ахмеда. С таким ракурсом. Это на 0,5. Ты, по-моему, вообще как-то близко снимаешь, непонятно снимаешь. Не-не-не, вообще четко. Да? Но все равно, как бы я не снимал бы, это мой вариант. В этом и заключается интерес, понимаешь? Нет. Ты что делаешь? Это не сенсорная, да? 25 лямовая машина стоит здесь. Экран, знаешь, как от чего? Знаешь, сколько он стоит сейчас? 63, два нуля есть же. Знаешь, сколько она сейчас стоит? Сколько? 30? Нет, больше. 35. В таком состоянии 35 стоит. Да. Да. Эй! Ты хочешь хайпануть на моем машине, да? Сделал аварию. Я не сделаю, не переживай. Я не хочу, чтобы мой Авентадор стоял, как твоя старушка. ЦЛС на ремонте. Эй! Старт хороший, блин. Эй! Ты что делаешь, Верхмед? Ты хочешь, чтобы аварии мы попали, братан? Давай не будем. У тебя есть 40 миллионов рублей? Есть. Давай. Ложи 40 миллионов рублей. Зачем я тебе давать? Я не хочу, чтобы моя машина стояла, как твой ЦЛС на ремонте. Понимаешь? Конечно. Конечно. Находимся в салоне. Самой быстрой ешки в мире. Ага. В кавычках. Пока нет конечно. Пока нет. А когда да? Скажи. Надеюсь, когда-нибудь будет. Ну давай, давай. Ты нажми, покажи мне. Ноль эмоций. Вообще нет. У тебя машина. Ага. И че? И че? И че? Че, должно быть? Вообще не еду у тебя машина, брат. Ты реально хочешь с ней вот так вот встать? Не, подожди. Тут стоишь два. Я тебе говорю. Ой, бордюр. Я говорю тебе, что даже этого хватит. Как этого хватит, если здесь вообще эмоций нет? Объясни мне. Какие эмоций нету? Ну она не дает. Нету вот этого сила притяжения. Нет. Ага, спорт плюс поставил, как будто это что-то поменяет. Нет, тут разогнаться тоже не вариант. Но мы можем просто снять. Да я вижу, как она едет, брат. Я разбираюсь в автомобилях. Поверь мне. Ты что сюда сделал? Скажи мне. Ты, короче, решил, типа там что-то сделал и по факту ничего не сделал. Здесь всего лишь TH2. Мы еще ничего не делали абсолютно. А почему здесь всего лишь TH2, если ты говоришь, что ты уже готов со мной заехать? Я вот это не понимаю. Ребята, вот достаточно. Ты не видел, что говорил Гоша Турботер, что говорил Табриз по поводу твоей машины? Слушай, что говорит... Мы прекрасно знаем, что это правда. Смотри, смотри. Хорошо, я могу врать. Они могут врать. Они же профессиональные в этом деле. Смотри, вот этот Табриз, да, ты сказал имя? Да. Я уже говорил за этот момент то, что этот человек делал конфиг самым первым на CLS. Ну что, тогда мы были в Москве. Ты мне хочешь дать договорить? Так, пока... Короче, пока мы были в Москве, Табриз делал конфиг. Ты что делаешь, скажи тебе, брат? Нормально научился я? Ну, чуть-чуть. Для сельской местности пойдет. Смотри, эй, что я хочу сказать. Давай эту машину тоже уберем. Дай мне договорить, это очень важный такой момент. У тебя вот этот знакомый человек, ты говоришь, Табриз его зовут. По телефону вы разговаривали. Он сказал, что даже Stage 2 спокойно уедет от этого CLS, так как он ставил туда конфиг. Правильно? Да. Был же такой разговор? Объясняю ситуацию. Это было три года назад. Мы ставили самый первый конфиг на CLS. Это была лишь попытка сделать его быстрым. По факту тогда действительно Stage 2 M5 F90 спокойно уезжал от CLS. Но после этого мы поставили туда турбины еще мощнее. Мы поставили туда коллектор большой. И еще много других наработок сделали. И тогда я уже у себя на канале сделал гонку с M5 Stage 2 и ушел от нее. Постановочная гонка. Это не постановочная гонка была. Ты можешь мне вот руку дать и как мужчина ответить, что это была постановочная гонка? Ты попросишь такая декзательство, да? Ну смотри, ты можешь руку дать, ты же говоришь. Ты попросишь декзательство, верно? Ну? Да, могу. Давай. Если по факту, если взять Stage 2 BMW M5, она твою сделает, давай. Нет, на, держи. Давай, давай посмотри. Смотри. Почему? Подожди, у тебя же была Stage 2 вот это вот. Я же от нее уехал. Знаешь, что буду сказать? Знаешь, что ты хочешь сказать? Знаешь, что ты хочешь сказать? Смотри, вот даже допустим где-то Ешка всего лишь вот Stage 2, тут ты говоришь, что у тебя там банан быстрый и все такое. Вот я тебе даю слово, даю слово, если по факту мы заедем, эта машина сделает по ЦЛС. Stage 3, Stage 3 это уже мировые рекорды нам будут ставить, я даже не хочу в плане с тобой гонки. Как может машина на Stage 2 уезжать от ЦЛС? Ты что говоришь, брат? Тем более Ешка. У меня Stage 4 там. У меня Stage 4. Ага. Ага. Зрители-то знают, что это неправда. Кто разбирается, я там тоже знаю, что это неправда. А кто разбирается? Вот Tabriz, который сказал то, что от Stage 2 уедет и то, что он ставил конфиг, который даже не знает, который даже не знает, что я после этого все менял в Дагестане. Tabriz устанавливает мировые рекорды, у него мировой рекорд, реально мировой рекорд. Нет, подожди, ты не понял. Он сказал то, что он ставил конфиг. Я тебе говорю то, что после этого машина дорабатывалась, понимаешь? Кем? В Дагестане? В Дагестане. За Уром. За Ура же нету. Ну, им она и дорабатывалась, когда он был. Вот, доработалась, но она поехала как боевая М5 на Stage 2. Еле не. Она уехала от Stage 2 при условии, что капало масло из-за того, что мы не поменяли прокладку, когда меняли выхлопную систему. Сейчас что? Я тебе поменяю прокладку. Ну, ты видишь, с темы на тему прыгаешь. Я тебе по факту отвечаю, ты там вот этот детский сад разводишь. Смотри, вот эта машина, я уверен, сейчас не почувствую. Видишь, опять ты на другую тему перешел. Я тебе только что по фактам ответил то, что Tabriz не прав. То, что он делал конфиг несколько лет назад. Тогда была первая попытка сделать CLS быстрым. Я тебе по факту на это все отвечаю, ты вообще меняешь, другую тему заводишь. Смотри, ну как понятно. Нет, смотри. Приехала. Ой, 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 ой. Сейчас скажешь, знаешь, что слабый? Ну, по факту, брат, не едет твоя машина. Сделай что-нибудь, я тебе советую. Не нужно недооценивать мой CLS, брат. Ты проиграешь и люди будут тебя, скажем так, еще больше не любить и еще меньше за тебя болеть. Потому что ты в очередной раз... Если мы говорим про людей, которые будут про меня что-то плохое писать, что-то плохое говорить, мне на них абсолютно все равно. Пусть говорят, пусть пишут, где только говорили. А я делаю историю, делаю свою историю. Прикинь, я только недавно зашел и таких, как ты, просто наказываю полностью. Я думал, ты мне здесь что-то показываешь и начинаешь снимать. Блин, ты же всем подряд проиграл, брат, если по факту. Смотри, у нас один-один. Один-один. Ну хорошо, ладно, я оставлю тебе эту первую победу. Тебе просто повезло вначале. Хорошо. Один-один. Ну хорошо. Смотри, один-один. Что бы там ни было, я ничего не говорю. Ты тоже ничего не говори. Давай просто повторим это. Посмотрим. Если ты выиграешь, я скажу, да, Ахмед, базара нет. Ты молодец, у тебя быстрая машина. Если я выиграю, пожалуйста. Надеюсь, у тебя хватит смелости признать. Да, Асхаб, вот ты сделал Ешку, базара нет. Все, смотри, при любых обстоятельствах, если ты выиграешь, я поражение признаю. Даже если у меня там, я не знаю, сломается машина или еще что-то случится, я признаю свое поражение. Договорились? Договорились. Все, Асхаб, я потихонечку, я потихонечку поеду дальше по своим делам. У тебя темно в машине, я не хочу некачественный контент, как ты, давать зрителям. У меня более профессиональный уровень. Все, давай. Если что, на связи, я телепортируюсь отсюда. Ну что ж, друзья, на этом наш ролик потихонечку подходит к концу. Всем огромнейшее спасибо за то, что его посмотрели. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны. Нажмите на колокольчик, оставьте комментарий. Ставьте лайки на комментарии. Максимально поднимайте статистику этого ролика. И я вам обещаю то, что не буду вас подводить и дарить вам очень хорошие, красивые, четкие, внятные и понятные эмоции. Все, прощаемся, да? Салам алейкум.